Итак, если бы я у нас был... Да, здравствуйте, конечно. Если бы я был у нас диктором, наверное, каким-нибудь гусевым или диктором, который у нас озвучивает футбол, хоккей и так далее, наверное, презентация этой площадки выглядела бы вот так. Итак, ребят, посмотрите, какую площадку сделали в Сочи! Посмотрите, в Бытхи, это спальный район, который даром никому не нужен был. Это же гора! И посмотрите, что здесь сделали! Да-да-да-да-да, сделали прекрасную площадку, где сможет играть сборная России! Да-да, именно здесь у нас будут дворовые баталии между Бытхой и прочими районами. Именно здесь Бытхи, именно так называют в Сочи, тех людей, которые живут в этом районе, будут встречаться с Донской. Да-да, та самая злая Донская, которая придет и отгребет от тех людей, которые живут в этом районе. Да-да, а тут у нас будет проходить воркаут! Что такое воркаут? А воркаут может у нас сделать все! Это воркаутом позавидует даже у нас Александр Немов! Да-да, нет, не Александр Немов, все вредно, Алексей Немов! Итак, идем с вами дальше, давайте посмотрим. О боже, что я вижу! Вход свободный, посмотрите! Вход свободный, замка нет! Вот она, Сочи, вот она, Сочи! И вот здесь, да-да, вот тут этим кольцам позавидовал даже Майкл Джордан! Да-да-да, именно здесь он бы с большим удовольствием оторвался бы! Итак, футбольные ворота. Конечно, для сборной России эти ворота очень маленькие. Они даже в 9-ти метровые ворота не могут попасть. Что здесь говорить про эти маленькие подобия, не знаю чего. Но в целом гонбольная команда может здесь себя хорошо, прекрасно реализовать. Что мы смотрим? Сетка, посмотрите, сетка 4 метра! Это супер! Супер, соответственно, даже если здесь приедет играть Киржаков и даже если он промахнется поворотом в день открытия, то все равно мяч не улетит, потому что мы знаем, что Киржаков низко бьет и криво бьет. Итак, давайте посмотрим. Джордана, конечно, мы здесь не видим и никого здесь не видим, но площадка есть! Все! У нас администрация города Сочи поставила очередную галочку. Да-да! А теперь вы меня спросите, а что делать тем, которые еще не успели вырасти, чтобы хотя бы докинуть баскетбольный мяч до кольца? А для них мы сделали вот такую детскую площадку. Да-да-да-да! Так, не смотрите на мой голос, просто я хочу всех переорать. Я думаю, что, скорее всего, камера у меня, звук отключен, и поэтому пытаюсь донести до каждой из вас. Россияне, да-да-да! И кто-то скажет, постройка сделана перед выборами. Да какая разница, какая разница, выборы, не выборы? Вот такой ответ одному из председателей совхоза, не буду говорить какого. Итак, поднимаемся с вами на детскую площадку. И что мы здесь с вами видим? Мы видим с вами рай для детей. Что такое рай? Рай – это елочка. Рай – это у нас качельки. И рай, конечно же, это маленький городок с безопасным, с безопасным покрытием, с безопасным покрытием. Я это все вижу. Итак, делаем с вами вывод. Администрация Сочи – молодцы. И вот так я им лизнул. А теперь добро пожаловать на бытку. Бытку. Теперь на бытке будут страшные баталии. Здесь дворовые команды разорвут просто баскетбол, футбол, стритбол и во все остальное. И даже в хоккей. Да-да-да, в больных фантазиях даже встречается хоккей. Просто возьмут всех, разорвут. И все. Бытка за спорт. Ну и, конечно же, конечно же, я присоединяюсь к своему коллеге. Хочу поздравить всех тех, кто у нас купил жилый комплекс Моревидова. Именно здесь. Можете спокойно отдыхать. Спуститься буквально 200 метров. И все. И вы оказались на прекрасной площадке. И кто-то говорил, а где же площадка? А, в принципе, все то же самое получилось так же, как у нас на Яна Фабрициуса. Есть у нас жилой комплекс Бригантина. Есть у нас жилой комплекс, который называется Золотой Колос. И все, конечно же, берут и спускаются на одну и ту же площадку. И попадают в такой хороший сквер дружбы. В общем, ребят, всем хорошее настроение. Всем море позитива. Извиняюсь, что я не снимал в хорошую погоду. В хорошую погоду я еще доеду. Ну и вот здесь, да, у нас вот такой вот красивый орел. Пусть охраняет эту площадку от вандалов. И пускай ваши детишки здесь каждый раз находятся у нас безопасно. И, конечно же, хочется сказать огромное спасибо. Огромное спасибо Гусеву за то, что он помог мне снять этот небольшой репортаж. Итак. Да, огромное спасибо тебе, Макс, за то, что пригласил в гости в Сочи. А теперь всем пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok